Традиционную встречу руководства Щелковского района с жителями в Медвежьих озерах предварял отчет главы поселения Владимира Канахина в цифрах и фактах о том, что сделано в поселении за последние пять лет. Здесь решены или решаются большинство житейских проблем. Содержание и ремонт дорог, уличного освещения, газоснабжение, благоустройство, мест в детских садах и школах, развитие культуры и спорта, формирование зон отдыха. У вас самая высокая бюджетная обеспеченность на одного жителя в Щелковском районе, отметил глава района Алексей Валов. Это лакмусовая бумажка местного самоуправления. Вот такой рывок сделан за последние годы в сельском поселении Движьих Озерска, что на него должны по идее равняться другие поселения. Есть в поселении вопрос, решение которого в ведении федеральных властей. Но он поднимается на каждой встрече и жителям рассказывают, как движется дело. Все жители пользуются у нас Щелковском шоссе. Мы ждем дублера. Я знаю, что есть проект. Эту проблему, этот проект никто не снимал, Руслан Балович. Все в работе. Там действительно 4 километра обхода Балашихи и Медвежьих озер. Это национальный парк Лосиный остров. Два заседания больших комиссий проводил губернатор Московской области Андреевич Воробьев со структурами Минприроды Российской Федерации. И там достигнута соответствующая договоренность о том, что мы передаем часть территории Лосиному острову. Он дает нам коридор, по которому прокладывается данная трасса. Спорт в Медвежках один из приоритетов. Местный клуб лучший в области. Но нет крытого спорткомплекса. Войдем в госпрограмму и построим, заверил жителей глава района. Я думаю, что в течение двух, максимум трех лет, мы фок для сельского поселения Медвежьо-Озерское построим. И он будет функционироваться. Также прозвучали вопросы постановки на очередь на получение земельного участка многодетным семьям, установки дорожных знаков на отремонтированных дорогах, вопросы земельных отношений, экологии. Или, например, вопрос, как помочь пожилым людям научиться пользоваться личным кабинетом портала госуслуг. В деревне Шевелкино проблемы с электро- и водоснабжением. В частности, за счет поселения пробурили скважину, передали водоканалу, а воды пока нет. Водоканал подал все документы на получение разрешительной документации, все оформил в Роснедра. Но это займет практически год. Тем не менее, водоканал сейчас поменял там насосы. До 1 августа они скважину промывают, дезинфицируют. 6 августа вода будет, но деньги выставляться не будут. Сотрудники недавно открытого реабилитационного центра для подростков попросили сделать ограждение вокруг территории, чтобы собак не выгуливали вблизи учреждения. Огромное количество благодарностей Алексею Васильевичу, Владимиру Николаевичу. Вы всегда приходите к нам на выручку, на помощь, начиная с момента ремонта в отделении. Мы вам очень благодарны за содействие. У нас по месту проживания очень хорошее озеро. Медвежье озеро. Вот пожелание такое сделать зону отдыха, чтобы не ездить в Балашинку, а отдыхать рядом. Министерство обороны пока отказало. Но будем стучать, будем стучать. Как только высочим эту землю в муниципальную собственность, конечно, сделаем там рекреационную зону. И пляжную зону, и рекреационную зону. По ряду обращений Алексей Валов дал поручение сотрудникам администрации. В целом он позитивно оценил встречу, продиктованную губернаторским принципом открытости власти. Мы приехали для того, чтобы есть эти проблемы, есть помочь. Уважаемый Владимир Николаевич их разрешить. У нас для этого есть сила, возможность. У нас есть губернатор, который не просто каждый вторник с телевизора обещает там о каких-то достижениях, но и строго спрашивает нас со всех за те недостатки, которые у нас бывают. Встреча в Медвежье-Озерском доме культуры прошла в необычном ключе. Вопросы у жителей, конечно, есть, но звучали и пожелания, и, главное, благодарность властям за то, что многие проблемы здесь реально решаются. Секрет успеха знает глава Владимир Канахин. Не зря он в 16-й год руководит Медвежье-Озерским поселением. Во-первых, мы стараемся попасть во все программы, которые имеются. Здравоохранение работает, образование работает по плану дошкольного и школьного образования, Светлый город работает, газификация работает. Пять программ, которые действительно вот сейчас у нас работают. Большая была проблема с детскими садами, вы знаете, что построили два новых детских сада, на один даже Андрей Юрьевич приезжал лично, что было приятно. Я рад, что сельский глава мог пообщаться с губернатором, поднять определенные проблемы по школам. Ведь, давайте говорить, планировалась одна, а получилось, нам добавили еще одну школу, которая проектируется. Это, ну, не просто так. Отдельное большое спасибо Андрею Юрьевичу Воробьеву. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».